Добрый день, друзья! С вами Ирина Цирульникова, и сегодня мы начинаем курс немецкого разговорного по методу Мишеля Томаса. Мишель Томас – выдающийся американский лингвист, полиглот и преподаватель. Его подход даёт превосходные результаты за очень короткое время, причём без учебников, без зубрёжки и без домашних заданий. В чём же заключается метод Мишеля Томаса? В основе этого метода находится принцип запоминания фраз. Вы составляете простые фразы, добавляете к ним новые слова и переводите с родного языка на иностранный. Сегодня я познакомлю вас с этим методом, и сегодня вы сможете за это время, за первое занятие, выучить много немецких фраз, слов и выражений. Для тех, кто делает первые шаги в изучении немецкого языка, обращу внимание на чтение немецких звуков и букв. И теперь попробуйте перевести первое предложение. Получилось. Дословно «это есть хорошо». Получилось. Мы проверяем. Теперь давайте составим вопросительное предложение. Мы делаем инверсию, меняем местами глагол сказуемое и подлежащее «das». Это хорошо, это плохо. Обязательно должен быть глагол. При инверсии глагол перемещается на первое место. Я по-немецки «эх». После умляутов «и», «э» цеха читаем мягко «х», «эх», «эх», «иметь», «хабен». Звук «х». Звук «х» мы читаем не по-русски, а очень мягко, словно вы пытаетесь написать что-то на окне и делаете лёгкий звук выдоха «х», «хабен». Я имею «эх», «хабен». Время по-немецки «цайт». «Эй» читаем как «ай», «цайт». Запомните, что все существительные в немецком языке пишутся с большой буквы. «Цайт», «время» – это существительное. Обязательно мы видим большая буква. «Много». «Филь». И «э» они читаем, «эл» немецкий мягкий, первая буква «фау» дает звук «ф». «Много». «Филь». «Мало». «Вених». «Игэ» в конце слова читаем как «их». Это литературный «хохдойч». Если вы находитесь в Германии, либо поедете в Германию, то возможны другие варианты прочтения. «Ик», «иш». «Ик», «иш». Вы можете услышать также «веник», «вениш». Но литературный «хохдойч». Читаем «игэ» как «их». «Вених». «Много». «Филь», «мало». «Вених». Теперь попробуйте перевести эти предложения с русского на немецкий. «У меня», дословно «я имею», «много времени». «У меня», «мало времени». «Получилось?» «Проверяем». «У меня много времени». «Ик», «хабе», «вених», «зайт». «У меня», «мало времени». «Ик», «хабе», «вених», «зайт». «Ви», по-немецки «си». Это вежливое обращение к незнакомым людям. «Си» пишем с большой заглавной буквы. И Э, Э не читаем, С между гласными или перед гласным дает звук З, ЗИ. Вы имеете, у вас есть по-немецки, ЗИ, ХАБЕН. У вас есть время? ХАБЕН-СИ-ЦАЙТ, глаголсказуемая, подлежащая местоимения, второстепенный член. ХАБЕН-СИ-ЦАЙТ, и мы идем дальше. НЕ по-немецки НИХТ, НИХТ, НЕМНОГО, НИХТ-ФИЛЬ, НИХТ-ФИЛЬ, Переведите предложение. У меня нет много времени. И мы проверяем. У меня нет много времени. ИХ ХАБЕН-НИХТ-ФИЛЬ-ЦАЙТ. ИХ ХАБЕН-НИХТ-ФИЛЬ-ЦАЙТ. Сколько? По-немецки ВИФИЛЬ. Во многих учебниках вы наверняка встречали слитное написание этого слова. Но в 2006 году произошла реформа. И теперь по новой реформе орфографии пишется раздельно два слова ВИ и ФИЛЬ. ВИ как? ФИЛЬ много. Мы говорим по-русски сколько? ВИФИЛЬ. Сколько времени? ВИФИЛЬ ЦАЙТ? ВИФИЛЬ ЦАЙТ? Теперь вы получаете новое задание. Сколько времени есть у вас? Попробуйте перевести это предложение на немецкий. Проверяем. Сколько времени есть у вас? ВИФИЛЬ ЦАЙТ? ХАБЕН-ЗИ. ВИФИЛЬ. Затем идет существительное «цайт», потом глагол «имейте вы». ВИФИЛЬ ЦАЙТ? ХАБЕН-ЗИ. НЕ, НЕТ. Перед существительными мы ставим «кайн», «кайне». Наверняка вы знаете, что в немецком языке есть артикли «определенные» и «неопределенные». Для того, чтобы поставить отрицание существительного, мы используем неопределенный артикль и добавляем к нему букву «к». Таким образом, «Я ХАБЕ» Буква «к» показывает, что у нас отрицание «не» перед существительным. И теперь «у меня нет времени». Попробуйте перевести это предложение. Добавлю, что слово «цайт» женского рода. Поэтому после глагола «хабен» у нас идет аккузатив. В аккузативе «женский род» все существительные женского рода имеют артикль неопределенный «айне». Вам следует подставить букву «к». И что мы получаем? У меня нет времени. Мы двигаемся дальше. Хотеть – бы, мёхтен – это модальный глагол. ЦХ после умляутов мы читаем мягко. Мёхтен – я хотел бы. Их мёхте. В немецком языке нет различия «я хотел бы» или «я хотела бы» будет звучать одинаково. Их мёхтен. Выучим еще два слова. Идти – геен. Ха после гласных не читаем. Геен. Сейчас – ецт. Те – цетт. Те – не читаем. Сейчас – я хотел бы сейчас пойти. Переводим. Смотрим. Я хотел бы сейчас пойти. Их мёхте jetzt гейн. Обращаю ваше внимание, что если в предложении есть модальный глагол, в данном случае мёхте, то инфинитив другого глагола строго ставим в конец предложения. Мы не можем говорить, как нам вздумается, как захочется. Мы не можем сказать «их мёхче гейн ест». Мёхче их ест гейн. Нет. Мы строим все четко. Подлежащее глаголсказуемое модально «мёхте», второстепенный член «jetzt», наречие «сейчас» и в конце предложения – инфинитив гейн. Их мёхте jetzt гейн. Если вы хотите образовать предложение с обратным порядком слов, то нужно поменять местами подлежащее «их» и наречие «jetzt». И можно также сказать «jetzt мёхте их гейн». Сейчас я хотел бы идти. «Куда» по-немецки «вохин». И мы составляем следующее предложение. Куда бы вы хотели сейчас пойти? Куда бы вы хотели сейчас пойти? Вопросы, в которых на первом месте есть вопросительное слово, вопросительное местоимение, строятся следующим образом. Это местоимение ставим на первое место. В данном случае «вохин». На втором месте стоит глагол, сказуемое «гейн». И на третьем – подлежащее. «Вохин гейн зи». Вы не можете сказать «вохин зи гейн». «Гейн зи вохин» строго. «Вохин гейн зи». «Где» по-немецки «во». «Во». Кушать. «Эсен». Большинство немецких глаголов в инфинитиве имеют окончание «эн». Реже «льн». «Где бы вы хотели поесть?» где бы вы сейчас хотели поесть. Переводим. Итак. Остановиться, остаться по-немецки bleiben. ЭИ читаем как АЙ. ЭЛ немецкий мягкий. БЛАЙБЕН. Где бы вы хотели остановиться? Проверяем. Где бы вы хотели остановиться? ВО МЕХТЕН СИ БЛАЙБЕН? ВО МЕХТЕН СИ БЛАЙБЕН? Здесь по-немецки ХИР. ХИР. Вы хотели бы здесь остановиться? Будет звучать так. МЕХТЕН СИ ХИР БЛАЙБЕН? Как долго? ВИ ЛАГЕ? ВИ ЛАГЕ? ВО МЕХТЕН СИ ХИР БЛАЙБЕН? ВИ ЛАГЕ МЕХТЕН СИ ХИР БЛАЙБЕН? ВИ ЛАГЕ МЕХТЕН СИ ХИР БЛАЙБЕН? Видим очередность, строгое, виляге, на первом месте, глаголсказуемое, мёхтен, на втором, подлежащее выраженное местоимением, зии, на третьем, второстепенный член наречия, хия, дальше, после подлежащего, и в конце строго инфинитив, смыслового глагола. Я надеюсь, вы справились, и сейчас проверяем. Когда вы хотели бы приехать? Ван мёхтензи коммен? Купить на немецком кауфен. Ау, так и читаем. Ау, кауфен, видеть, зеен, ха, после гласных, никогда не читаем. Зеен. Вы хотели бы это купить? Вы хотели бы это увидеть? Вы хотели бы это купить? Мёхтензи дас кауфен? Вы хотели бы это увидеть? Мёхтензи дас зеен? Вспоминаем. Это по-немецки «дас» Купить – кауфен, увидеть – зеен. Мёхтензи дас кауфен? Мёхтензи дас зеен? В котором часу? Ум, вифель, уа? Здесь мы встречаем два новых слова. Ум – предлог, который переводится «вокруг», Но, когда мы говорим о времени, предлог «ум» переводится как «в». Уа – час, часы. Ха, после гласных не читаем. Ум, вифель, уа? В котором часу? Следующее задание. В котором часу вы хотели бы это увидеть? Когда вы хотели бы это купить? В котором часу вы хотели бы это увидеть? Ум, вифель, уа мёхтензи дас зеен? Когда вы хотели бы это купить? Ван мёхтензи дас кауфен? Что? По-немецки – вас. Вас. Первый звук – в. Читаем, как в русских словах. В, вишня, в. Делать – махен. После А, О, У, ЦХ читаем твёрдо. Х – махен. Сегодня по-немецки – ХОЙТЕ. ХОЙТЕ. Э, У – читаем, как ОЙ. И следующее задание. Что бы вы хотели сегодня делать? Проверяем. Что бы вы хотели сегодня делать? Вместо наречия ХОЙТЕ – сегодня, можете подставлять другие слова. Например, ВАС МЕХТЕН ЗИ АМ ВОХЕН ЭНДЕ МАХЕН – НА ВЫХОДНЫХ? ВАС МЕХТЕН ЗИ АМ МОНТАГ МАХЕН – В ПОНЕДЕЛЬНИК? ВАС МЕХТЕН ЗИ ИМ АПРЕЛЬ МАХЕН – В АПРЕЛЕ? И так далее. Заказать по-немецки – БЕШТЕЛЕН. БЕШТЕЛЕН. Что бы вы хотели заказать? Пробуйте перевести это предложение. Что бы вы хотели заказать? ВАС МЕХТЕН ЗИ БЕШТЕЛЕН? ХОТЕТЬ – модальный глагол ВОЛЕН. ВЫ ХОТИТЕ – ЗИ ВОЛЕН. СЕГОДНЯ ВЕЧЕРАМ – ХОЙТЕ АБЕНД. АБЕНД – это вечер. В конце слов звук ДО оглушаем на ТО. ХОЙТЕ АБЕНД. Что вы хотите заказать? ВАС ВОЛЕН ЗИ БЕШТЕЛЕН? Что вы хотите делать сегодня вечером? ВАС ВОЛЕН ЗИ ХОЙТЕ АБЕНД МАХЕН? БЫТЬ – ЗАЙН. Повторяем правило чтения. С перед гласными дает звук З. ЭИ читаем как АЙ – ЗАЙН. В КОТОРОМ ЧАСУ. ПОВТОРЯЕМ УМ ВИФЕЛЬ УА. ДОМА по-НЕМЕЦКИ – ЦУХАУЗЕ. С между гласными также дает звук З. ХАУЗЕ. И теперь следующее задание. В КОТОРОМ ЧАСУ ВЫ ХОТИТЕ ЗДЕСЬ БЫТЬ? В КОТОРОМ ЧАСУ ВЫ ХОТИТЕ БЫТЬ ДОМА? И мы проверяем. В КОТОРОМ ЧАСУ ВЫ ХОТИТЕ ЗДЕСЬ БЫТЬ? УМ ВИФЕЛЬ УА ВОЛЕН ДИ ХИЕЗАЙН? В КОТОРОМ ЧАСУ ВЫ ХОТИТЕ БЫТЬ ДОМА? УМ ВИФЕЛЬ УА ВОЛЕН ДИ ЗЮХАУЗЕ ЗАЙН? Интересно. По-НЕМЕЦКИ – Интересант. Неинтересно. НИЧТЬ Интересант или УНИНТЕРЕССАНТ. Приставка УН всегда придаёт слову отрицательное значение. УНИНТЕРЕСАНТ. И теперь новое предложение. Это интересно. Это неинтересно. Это интересно. ДАС ИСТ ИНТЕРЕСАНТ. Это неинтересно. ДАС ИСТ НИХТ ИНТЕРЕСАНТ. Вместо слова ДАС вы можете поставлять КНИГУ или ФИЛЬМ. И получится ДАС БУХ ИСТ ИНТЕРЕСАНТ. КНИГА ИНТЕРЕСНАЯ. ДЕА ФИЛЬМ ИСТ ИНТЕРЕСАНТ. ФИЛЬМ ИНТЕРЕСНЫЙ. С этой фразой можно придумать много новых интересных предложений. Что-то есть интересное. Или что-то есть неинтересное. ДЛЯ МЕНЯ по-немецки ФЮР МИХ. ФЮР – предлог аккузатива. МИХ – это личное местомение в аккузативе. МИХ – МИНЯ. ФЮНИХ – ДЛЯ МИНЯ. ДЛЯ ТЕБЯ по-немецки ФЮДИХ. ФЮР ДИХ. ДЛЯ ВАС – ФЮР ЗИ. ДЛЯ ПО-НЕМЕЦКИ Я. НЕТ – НАЙН. ДЛЯ МЕНЯ? ДЛЯ ТЕБЯ. ДЛЯ ТЕБЯ. ДЛЯ ВАС. ДЛЯ ВАС. ПРОВЕРЯЕМ. ДЛЯ МЕНЯ? ИСТ ЭС ФЮ МИХ? ИСТ ЭС ФЮ МИХ? ДЛЯ ТЕБЯ? ДЛЯ Я ЭС ЭС ЭСТ ФЮ ДИХ? МОЖНО ПОСТАВИТЬ ДАС. ДЛЯ ВАС. ДЛЯ ВАС. ДЛЯ ВАС. ДЛЯ ВАС. ДЛЯ ВАС. ДЛЯ ВАС. ДЛЯ ВСТРЕЧИ В СЛЕДУЮЩИХ ЗАНЯТИЯХ. ДЛЯ ВАС.